Распространена легенда о его глубоких голубых глазах, вспоминал Герман Раушен. На самом деле они не были ни глубокими, ни голубыми. Они глядели либо пристально, либо безразлично. Им не хватало блеска истинной одухотворенности. Акцент его глухого чужеродного голоса неприятен для уроженцев Нижнего Рейна. Голос полнозвучный, но какой-то сдавленный, как будто заложен нос. Голос. Между тем этот голос, пронзительный, гортанный, угрожающий, беснующийся, стал известен во всем мире. Он воплотил в себе боль этих лет. Следует учесть эротическое воздействие голоса оратора, звучание и мелодичность его речей, что иногда важнее их содержания. Я заметил, что Гитлер оказывал наиболее сильное воздействие на тех, кто поддавался гипнозу с оттенком женственности в характере. На тех, кто был склонен к раболепию и культу личности. Редактор субтитров А.Семкин